Воспитанники Тверской детско-юношеской школы борьбы «Олимп» отметили День Победы в спортивном духе. Юные борцы стали участниками международных онлайн-соревнований, где продемонстрировали мастерство выполнения сложных физических упражнений. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Перед юными борцами стояла задача продемонстрировать не технику боя, а четко и быстро выполнить ряд физических упражнений, причем перед камерой. Воспитанница школы «Олимп» Алиса Грибова говорит, что объектив нисколько не смущает, но волнение все равно есть. Ведь на подготовку ушло много времени и труда, и важно не сбиться в ответственный момент. Особенность этих соревнований, считаю, в самих упражнениях. Упражнения достаточно тяжелые, но и для спортсменов с хорошим уровнем подготовки. Мастерство тверских спортсменов оценивало компетентное международное жюри. Здесь соревнования по общей физической подготовке в канун Дня Победы объединило участников и тренеров из ряда регионов России, а также из европейских стран и бывших советских республик – Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и других. Онлайн-соревнования по общей физической подготовке проходят уже третий год. Начинали мы их в год пандемии, когда не было возможности никуда выезжать. И чтобы поддержать дух олимпизма, с одной стороны, с другой стороны, почтить память павших в Великой Отечественной войне. По словам тренера Натальи Нуралиевой, участие в соревнованиях приняли более 350 юных спортсменов. Такой интерес говорит о многом, считает Сергей Рогозин. Великая победа давалась нелегко и заслужили ее сыны и дочери всех 15 республик огромного Советского Союза. И сегодня лишь немногие открестились от той памяти, а большинство все-таки понимают и роль, и значение этого события в мировой истории в целом. То, что любовь к спорту объединила подрастающие поколения в одну большую команду, отмечают и сами участники, и тренеры, и организаторы конкурса, и даже те, кто пришел поддержать творческую команду. Важность данного мероприятия, особенно в сегодняшней ситуации, в тяжелополитической ситуации, которая во всем мире происходит, сложно переоценить. Этим мероприятием еще раз показываем то, что спорт вне политики. Команда тверских борцов продемонстрировала достойные результаты. Причем мастерство соперников наши участники также оценили весьма высоко. Символично, что соревнования, которые приурочены ко Дню Победы, объединили сотни представителей молодого поколения. Каждый год их становится больше.